Не умеешь менять струну на своей гитаре? Давай научу. Все просто, а главное быстро. Для этого нам понадобится непосредственно гитара, упаковка струн, плоскогубцы, чтобы можно было отрезать лишнее, и вот такой вороточек. Можно без него, но тогда дольше придется крутить. Скручиваем струны с верхушки нашего грифа. Чтобы ослабить струну, тянем вперед, чтобы натянуть назад. Так проделываем с остальными. У третьей, второй и первой все ровно наоборот. Снимаем, ослабляем струну на себя, а натягиваем от себя. Все это потом уберем. Теперь струны нужно вытянуть отсюда. На моей старенькой дешевенькой гитаре они вытягиваются вот так. Но также бывают такие тут маленькие крепежи. Их можно вытянуть обычной отверткой, ножиком, но есть специальные зажимчики, которые помогают высунуть вот эти маленькие пупсики, которые у вас здесь установлены. Струны аккуратненько сматываем вот в такое колечко и выбрасываем. Не оставляйте старые струны для того, чтобы если порвется, поставлю. Купите лучше запасной комплект новых, чтобы гитара звучала всегда красиво. Далее нам нужно убрать все вот эти лапы, потертости, грязь, грифа, вот эту. Я обычно использую обычное средство для окон или зимнюю омывайку. В ней много спирта и все хорошо испаряется. Есть также специальные средства, которые вы можете купить в гитарном магазине, но никогда ими не пользовался, и все в порядке. Но каждому свое, поэтому, конечно, если вы хотите, то покупайте. Если будет интересно, как выбирать струны, пишите об этом в комментариях, сниму отдельный ролик. Так, прям берем упаковочку и смотрим, кто не знает. Первая струна, ух, я порвал, серебристая, к ней всегда будет примотана. Вторая струна, иногда они продаются в отдельных упаковках, и так и написано. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Взяли первую струнку и просовываем, в моем случае, в отверстие в самом низу. Если у вас гитарка с такими вставными пупсиками, то, конечно же, используйте их. Просто просовываете в дырочку струну и сверху зажимаете этим пупсиком. Они как-то так, по-моему, называются, но я уже не помню. Теперь важно, просовываем струну в первый колок. Раз. И потом еще разочек, узелком таким. Два. Все, теперь ваша струнка надежно будет сидеть в колке. Обращаю ваше внимание, что струна должна смотреть от колка. Не на колок, а от колка. И начинаем потихоньку наматывать. Струнка села плотненько. Я люблю 1-2 оборота на колке. Кто-то любит 10-20, кто-то 100, как хотите. Туда. Лишнюю часть струны откусываем. Кто-то любит оставлять, но я нет. Теперь, если вы еще не умеете настраивать гитару на слух, используем любой гитарный тюнер. Я использую вот такой. Переходим в тюнер и выбираем самую первую струну. Вот она. Вы не перепутайте, потому что эта часть похожа на гриф. Внизу справа эта струнка. Вот она. Вот мы ее и нажали. Наша задача, чтобы зеленый ползунок был в серединке и издался характерный звук. Напоминаю, для того, чтобы струну поднять вверх, мы тянем на себя, чтобы опустить вниз от себя. Этот гитарный тюнер подскажет, вам нужно подтянуть или опустить. Не боимся порвать струну. Если струна лопнула в момент настройки, значит струны бракованные. Не вы что-то сделали не так. Ура! Появился зеленый звук. И тут струна настроена. Но нет. Мы делаем следующие манипуляции. Берем на седьмом, пятом, где угодно. Я люблю на седьмом ладу. И делаем маленький бенд. Подтягивая струну вверх. Проверяем. Струну нужно еще подтянуть. Еще раз. Отлично. Так проделаем с каждой струной. Установка струн завершена. Играйте с удовольствием. Играйте с escolrevними. А это посмотрите на седьмом ладу. И делаем pencil. И делаем видом.